Дорогие братья и сестры, мир Божий всем вам! Христос родился! Христос родился! Христос родился! Я читаю из Евангелия от Матфея 2 глава, когда же Иисус родился в Иерусалиме Иудейском, водни царя Ирода, пришли в Иерусалим волвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Я надеюсь, что каждый из нас сегодня пришел сюда с таким же желанием. Мы увидели Его звезду, может быть, не на небесах, но в нашем сердце, в Слове Божьем. Все то, что указывало нам на Христа, это была Его путемодная звезда, которая привела нас к Нему. Кто-то пришел через своих родителей или родственников, кто-то благодаря свидетельству своего знакомого, может быть, брата в церкви, может быть, кто-то послушал по радио, по телевидению проповедь. Но вот все мы сегодня пришли сюда с одним вопросом, где родившийся царь Иудейский? Задай себе сегодня этот вопрос. Где сегодня родившийся царь Иудейский? Если Он только там, на небесах, и не в твоем сердце, и ты не знаешь Его лично, то это большая проблема. Если же ты знаешь Его лично, и Он остался для тебя только лишь маленьким младенцем, то это тоже проблема, потому что и то, и другое должно быть верно в твоей жизни. Итак, помолимся Ему, этому младенцу, который также является Богом Вседержителем. Помолимся, да Бог благословил и сегодняшнее наше служение преклонения, ибо и мы тоже, как те древние волхвы, пришли сегодня с той же самой целью, с этими же самыми намерениями. Помолимся, друзья. Мы, Господи, пришли к Тебе, ибо мы ищем Твою звезду, которая и сегодня указывает путь к Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты привел каждого из нас к себе, что мы знаем Тебя как своего личного Спасителя, что Твоя звезда, звезда Твоего Слова, она воссияла в нашем сердце. Господи, иногда свет этой звезды заглушается нашими земными заботами. Мы не видим ее, Господи. Мы обращаем сами свою листь, свой взгляд от нее. Но в эти рождественские дни Ты по-особому как-то говоришь нам, Ты сам даруешь нам себя и напоминаешь нам об этом смирении, о поклонении, которое так приемлемо Тебе в эти дни. Мы просим Тебя, просвети наши сердца, благослови всех, участвующих в этом богослужении, потому что мы уверены, что не только мы, не только наш хор, не только наши дети, не только все те, кто будут сегодня здесь славить Тебя, но и там, на небесах, ангелы будут славить Тебя за Твое чудесное рождение. Мы просим Тебя во имя Твое, во имя Господа Иисуса Христа, этого маленького младенца, который был положен в эфириевские ясли, и который сегодня восседает по правую руку Отца. Просим Тебя во имя Твое. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 которые тоже, может быть, живут в этом ожидании. И вы думаете, ну когда же? Когда моя жизнь станет лучше? Когда моя семейная ситуация изменится? Когда мое материальное положение улучшится? Когда все вот эти обетования Слова Божьего придут? И ко мне тоже! Друзья, будем жить верой. Это мучает нас. Спасибо. Слова Божьего 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 Слова Божья Божьего Слова 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 Божьего Он переносил, потому что любил всех людей. И на Глубовском кресте, когда распинали Иисуса Христа, когда Ему забивали гвозди в руки, в ноги, на голове был терном и венок, Он мог все это перенести, потому что с детского возраста Он укреплялся Духом Своим. Настолько Он был в тесном общении с Отцом Небесным, потому что Его Дух действительно был пропитан Духом Отца Небесного. Они едины были в этом. И через это Христос мог перенести все эти трудности, братья и сестры, и явить роду человеческому спасению. Когда беседа была с учениками, и Христос открывал ученикам о своих страданиях, то Петр начал прикословить в одно время Иисусу Христу и говорит, «Будь милостив к Тебе, Господи, да не будешь для этого свободным». А Иисус говорит, ты не мыслишь о том, что Божье, а мыслишь о том, что человеческое. Вот у Иисуса Христа Дух направлен был все время к Божьему, к тому, чтобы исполнить то, что угодно Богу. И вот смотрите, в одном месте Священного Писания Иоанна, когда Христос уже подошел почти к заключению своей миссии на этой земле, мы читаем такие слова, где Иисус Христос говорит, такие слова в молитве Отцу Небесному, 17 главе. Первым стихом он говорит так, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Как Иисус говорит это, таким понимаемым, то, что Он сделал, то, для чего Он был на земле. И это благодаря тому, что Он постоянно укреплялся Духом и был в общении с Отцом Небесного. В одном месте Священного Писания есть написаны такие слова в Послании к Олимпианам, где апостол Павел говорит верующим. Он объясняет там, но и ситуации неправильной жизни, а потом подчеркивает и говорит, «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Братья и сестры, Христос поставил нам пример, чтобы мы шли по Его стопам. И с тех пор, как мы уверовали в нашего Господа Иисуса Христа, да, наш Дух тоже должен укрепляться, возрастать Господи, быть посленным в общении с Иисусом Христом. Мы должны сегодня обратить внимание очень серьезное то, на наших детей и на нас сами тоже, чем мы больше укрепляем себя. или информацией мира всего через всю эту радиотехнику и все, что сегодня есть, в руках каждого у нас имеется. Или мы укрепляем наш Дух общением с нашим Богом. Многие говорят о том, что и там есть Библия, да, есть Библия. Везде сейчас Слово Божие есть, и на субфонах есть Слово Божие, и на других аппаратах есть Слово Божие, но стоит вопрос, а укрепляем ли мы через них наш Дух общением с Богом нашим? Или, может быть, мы совсем другим заняты, через что делаем? Вот у Иисуса Христа не было так. Я не говорю о том, что тогда не было этой технике. Нет, в то время тоже было много искушений. Бог порицал народы израильские и все время говорил им, отбросьте едок, перестаньте служить чужими голами, начните служить мне, перестаньте это делать. Вы забыли обо мне, вы оставили Слово Божие, вы не слушаетесь меня, вы увлекаетесь возможными чуждыми поклонениями. Оно неприятно для меня. Даже в одном месте Бог говорил народу израильскому, что народ израильский кричал на Бога. И дальше Бог говорит, и зато я их возненавидел. Вы слышите, что в народе израильском, это верующие народы, в то время, вот когда у них не было этой техники, может, что у нас сегодня есть, и мы, может, говорили, что мы в такое время живем. Нет. В то время тоже было искушений очень предостаточно. И Бог обличал народ израильский и говорил им о том, что оставьте все это, начните выкреплять свой Дух общением со мной, ко мне обратитесь, говорит Господь, и будете спасены все концы земли. Вот что говорит Господь в то время и сегодня, Господь нам говорит, Иисус Христос оставил нам пример. И написано, Он возрастал и укреплялся Духом, чтобы совершить земное поприще правильно. И в конце Он говорит, «Отче, я все сделал, то, что Ты повелил, мне сделал. Я прославил Тебя на земле». Хочется, братья и сестры, пожелать и нам всем тоже, чтобы мы тоже все время укреплялись нашим Духом, общением с нашим Господом Иисусом Христом, чтобы мы были сильным Духом, свидетельствовать об Иисусе Христе, чтобы наши сердца всегда горели одним желанием, Господи, помоги мне сегодня прославить Тебя, чтобы Твое имя было возвеличено через мою жизнь и через Мое хождение, где я буду не находиться, дома или на работе, или везде во всех обстоятельствах жизни, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Это сделан Иисус Христос Своей жизнью, Он оставил нам пример. И сегодня нам об этом тоже говорили, чтобы в этот день рождения Иисуса Христа мы тоже вооружились вот этим желанием подражать нашему Господу Иисусу Христу, по которому мы прочитали вот эти слова. Младенец же возрастал и укреплялся Духом, исполняясь премудростью, исполняясь премудростью, и дальше, и благодать Божья была на нем. Исполняясь премудростью, это тоже очень сильная мысль духовная, о которой нам надо было порассуждать, есть ли у нас это тоже, совершать ли это в нашей жизни. Но пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня заботились о том, чтобы мы соединялись с Духом нашим, с нашим Отцом Небесным, с нашим Спасителем, чтобы наши духовные силы укреплялись в нашем Господе Иисусе Христе, чтобы тогда придет время нам тоже или оставить эту землю, как написано, что отправились в путь всей земли, или, может быть, будет изменение наше, что мы будем встречаться с нашим Господом, и мы сегодня как раз уже живем во время второго пришествия Иисуса Христа, чтобы действительно мы были соединены с нашим Господом, духовным Духом Святом, чтобы Его имя прославлялось через нашу жизнь. Давайте мы Его прославим за то, что Он пришел на эту землю, для того, чтобы нас спасти и дать нам возможность жить новой жизни, духовной жизнью, для славы нашему Господу, чтобы это и совершалось в нашей жизни. Слава Ему, нашему любящему Богу. Аминь. Помолимся Богу. Слава Ему, нашему любящему Богу. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Этот праздник был тем великий, что Бог плоти на себя принял. Мир Спаситель явился людям, Божий Сын человеком стал. Люди мирно, спокойно спали и не знал о том библии, что за ночь они прозевали, а события не знал совсем. Мир не ведал, какого гостя не встречали тогда они, что менялась с ним эпоха, наступали другие дни. Дни спасения, дни благодати человечество Богу дарил. Во Христе получить оправдание не надеяться, вешеный нет. Ибо был он улыбнен в сети, сатаною, владельцем тьмы. Когда Ева, Адам, кушали, плод запретный в первые дни. Право судье, Божье право, за грех свой человеку смерть. Но любовь Творца вопияла, чтобы вешенку жизнь сберечь. Бландом новым, задуман Богом, как спасти, запишившую, чтобы будущее их спасало. Вера в жертву Христа несут. Наконец-то свершилась тайна. Искупитель явился мир. На салоне дитя дышала, победитель всех смертных сил. Царь царей и Творец Вселенной, воплотился младенца сам. На себя возброшил он, хлеб наш, и жизнь вечную дал всем нам. Аминь. 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 Ол. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. В том факте, которое было, когда мы в то время приняли рождение Иисуса Христа, о том, что ухлеб на поле пастухи, о том, что явился им ангел Господень. Голгород все исследовал, подчеркивает, и, вы знаете, привычно, когда мы изображаем явление ангела, то присутствие света. В данный стих говорит, что слава Господня осияла Иисус. Я не знаю, как это произойдет, так вот написано. И состояние пастухов, состояние пастухов, естественно, они это восприняли с страхом или, то есть вот их чувства, все их, они практически, возможно, не понимали, что происходит, но они были от страха ускорблены, они были перепуганы. Следующее, на что мы можем обратить внимание, на следующие стихи, это 10-й по 12-й стих. Здесь, как говорится, непосредственно о речи ангеле. Я хотел бы, чтобы мы, родители, вот одну мысль, насколько Божественный мир, Божий мир, насколько он сосредоточенный и внимательный. Вы знаете, что эти стихи показывают, насколько ангелы сосредоточены на сыне Божьем. И вот давайте мы с вами прочитаем. «И сказал им, ангел, не бойтесь, я вам обещаю великую радость, которую вы цените, ибо ныне родился вам в городе Давидовом кто?» Спаситель, да? Который есть Христос Господь. И опять же он говорит, вот он знал, вы найдете младенца в передах лежащего ясна. Давайте заменим, что ангелы не рассказывают пастухам, как хорошо их приеме, как красивы какие там поля. Ангелы не рассказывают, как вообще смотрится земля, ангелы не рассказывают, как хорошо на небе, но ангелы четко говорят о Богу. О Сыне Божьем и их внимание никуда не отключено. Вы знаете, вместе с Иисусом Хрисом находилась Мария и Иосиф. Но ангелы не говорят, как будет одета Мария, ангелы не говорят, как будет выглядеть Иосиф, ангелы не говорят, чем они будут заниматься, Мария и Иосиф, или окружающие им. Вы знаете, они титаны говорят, как будет выглядеть кто? Сын Божий. Они настолько сосредоточены на Сыне Божьем и где он будет лежать. И мне хотелось бы, чтобы наше внимание непосредственно оно было такое, как у ангелов на небесах, которые постоянно сосредоточены на Сыне Божьем. Вы смотрите, это говорит один ангел. Теперь является многочисленная любовь в небесное. И опять, что они делают? Они выражают свою сосредоточенность, свое внимание к тому, к Богу и к Его Сыну. И мне не завтра появилось, сам было многочисленное бойство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Выщен Богу и на земле в человеках благополения. Дорогие братья и сестры, это очень важно понять, насколько мы должны с вами сосредоточены именно на Сыне Божьем. Не то, что вокруг нас происходит, но на Сыне Божьем. Хотелось бы обратить внимание на 15 стих и 18, где мы можем заметить теперь, как происходит на земле. Мы уже с вами говорили о том, что ангельский мир, Божий мир, он сосредоточен и внимательен. Теперь давайте посмотрим, как мы на земле люди, как мы тогда пастухи воспринимали, насколько были внимательны, насколько были увлечены и рассеют. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в библиотеку посмотрим, что там случилось и о чем нам развесил Господь. Хочется отметить очень хороший пример для всех нас. Пастухи что имели на полях? Они имели работу, они имели то, что можно было оставить или нельзя было оставить, на кого оставить, кто будет охранять. Но не оставляют и идут куда? Они идут посмотреть Сына Божьего. Это правильно, это хорошо. Когда у нас время богослужения, когда у нас время поклонения Сыну Божию, мы буквально все оставляем и идем сюда, для того, чтобы вместе мы могли поклониться Сыну Господню. И поспешим пришли, нашли. Что ангел сказал им, когда вы пойдете, вы найдете кого? Младенца? Вяца. С кем они впервые встречаются? Мария и Иосиф, а потом? Потом младенца. Вы знаете, иногда бывает так, что вот наше сосредоотночение как раз и появляется, когда мы приходим на богослужения. Мы пытаемся посмотреть на пресс-питера или на священника. Когда мы к обстановке привыкнем, обыкнем, да, тогда мы находим уже поклонение Сыну Божию. У ангелов так было. У ангелов четко возвестить о Сыне Божьем и полную внимательность к Сыну Божию. Но им не приходится еще несколько отменить. Они нашли младенца, лежащего в ядке. Точно так, как сказал ангел. Ничего не поменялось. Все исполнилось. Смотрите дальше, что происходит. И увидев же, рассказали о том, что было восхищено им о младенце Сеу. И все, слышавши, делились тому, что рассказывали им по сути. Давайте внимательно еще прочитаем и представим вот эту обстановку. Вот они пришли, вот они посмотрели. Они встречаются с Иосифом, они встречаются с Мариной. Они видят младенца. И они в восторге, то, что видели, начинают рассказывать о своем восторге. Что нам было отвечено, мы это видели. И этим восторгом они дорожают по Богу. Окружающих всех. И все люди в 18 сетях, говорит, делились тому, что рассказывают пастухи. У меня вопрос, а где Христос был в это время? Все внимание где? То, что нам освящено, а Христос, он остается где? В ясно. И мне как раз хотелось бы отметить, дорогие братья и сестры. Часа в нашей жизни именно так бывает, что наш мир, мы должны понимать, что наш мир как раз и является мир увлечения. Мы бываем увлечены и при этом рассеянны. И мы начинаем терять, и Иисуса Христа, мы начинаем терять Сына Божьего. Мне хотелось привести пример. Буквально по времени, нет, много времени происходит с интересом человека, у которого мир, внутренний мир, он был сосредоточен на Спасителе, на Сыне Божьего. Вторая глава, 28 стиха. Это речь идет о Симеоне. Хочу напомнить, что Писание говорит об этом человеке. Какой был этот человек? Исполненный Духа. И вы знаете, проходит немножко больше месяца, и родители приносят Иисуса туда? В храм, для того, чтобы совершить законы, обряды, которые предписывал Моисей. И Дух Божий побуждает этого человека прийти в храм Симеону. И он приходит на это место, в храм. И вы знаете, он видит молодую парню, и он видит этого молодеца. И вот когда он подходит вперед, мы читаем 28 стих, он не говорит ничего родителям сначала. Он говорит, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего Владыка по слову твоему с миром». «И вы видели очи Мои спасение Твое». Куда его были очи направлены? На Марию, на священника, на храм. Куда? На младенца. Мои очи увидели спасение Твое. И он говорит дальше, и он опять продолжает о христе. «Ибо видели очи Мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, в свет просвященную язычку, и славу народа Твоего Израиля». Смотрите, как ведутся родители. Иосиф и Мария явились сказанным о Нем. Иосиф и Мария ежедневно с Иисусом Христом. Они должны воспринимать, как Сына Божия. Симеон говорит, как о Сыне Божием. И это есть, что удивляет. Далее, вот это благословение продолжает Симеон и говорит. «И благословение Симеон, сказал Марии, Матери Его, «Все не жить в нападении и на восстание многих в Израиле и в предмет притрекания. И тебе со мной, Господь, пройдет душу. Да откроется, что? Попышление многих». Дорогие братья и сестры, И это очень и очень нужно всем нам. Да, откроется помышление о многих. Вы знаете, греховность человека. Это необходимо ее понять. Метод Симаус. Он был всегда католическим священником. Он получил прекрасное образование духовное. Он служил в церкви. И он не понимал полностью греховности своей. И потом через слово Господь открыли. И вы знаете, что он впоследствии написал? «Господи, меня пугает множество грехов моих». Я хочу отменить, приговорить священник. Я не знаю ни одного зодеяния, не совершившего нового. Я был, как Каев, слым. Самонадеянный печит, как Саул. Как порол жестокий. Как корей непопорен. Как замкли развратен. Как Саул непосрочен. Поклонился дидолам, как Иераваам. Прицемерил, как Иераваам. Много мнил о себе, как Навокадоносов. Был нетрезв, как Наваам. Надменен, как Синахерим. Жаждал крови, как Дерагиава. И ухал, как Анания. И он пишет. Как царь Манаси восклицает. У меня больше грехов, чем песка на берегу моря. И звезд на них. У меня больше грехов, чем песка на берегу моря. И звезд на них. Я истал света и зубы. Жизнь и умирь помощи у тех, которые сами не в состоянии защититься. Дорогие братья-сотеры, поэтому, видя в рождении Иисуса Христа величайшую Божию Богу, для того, чтобы каждому из нас нужен Спаситель, помнить нашу греховность, тогда Сын Божий явится для нас смыслом, центром, необходимостью. Поскольку мы не зуме осознаем своей греховности, мы будем бесстрашны. Мы не будем не подчиняться ни Слову Божьему. Не будем бояться ни Бога, ни людей, ни взялок. Нужно осознать свою греховность. Дорогие братья-сотеры, заканчивая проповедь, мне хочется напомнить из послания апостола Иоанна, который взял для себя Бог, что Иисус Христос является Сын Божий и является необходимостью каждому из нас. И это внимание наше должно полностью сосредоточено не на том, что как красиво вокруг нас, не на том, что кто-то хорошо рассказал, и наши чувства, они как-то приподняты, и мы можем лететь и вот рассказывать всем, но осознательно осознание церкви. Послание Иоанна, 5 глава 9-10, если мы принимаем свидетельство человечества, свидетельство Божье какое? Божье. Ибо это и есть свидетельство Божье, которое Бог свидетельствует такому, о Сыне Божьем, о котором мы с вами сегодня и проповедуем. 5-13, это же самое послание. Сиена писала вам, верующему, во имя Сына Божия, так вы знали, что первое Сына Божия имеет нечто? Жизнь лично, опять нам нужен Сын Божий. Иоанна 5-20, затем, знай так, Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Если ты и я сегодня задаем, зачем мне Бог, зачем мне Сын Божий, как раз вот здесь ответ, в 5 главе 20-й стихом, потому что Он нужен теперь и мне, для того, чтобы дать свет и разум, для того, чтобы я мог понять, где я нахожусь и что со мной происходит. Знаем даже, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да, познаем Бога истинного, и да, будем истинным, Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. И всем мне хочется пожелать вот этот стих. В этот праздничный день Рождества Христова Его сказал апостол Павел, послание к Аллатам, вторая глава 20-й стих. Насколько Он научился быть сосредоточенным на сцене Божьем как ангельским миром. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу в опоте, то живу вверх в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Аминь. Давайте встань. Игния не встала, я не встала, а не в небо зоря ясна, святолитя ся. А не в небо зоря ясна, святолитя ся. Аминь. Игния, игния игния Аминьи изгибают, и славы и обещают, Секрата, дожива, новинутрища, Секрата, дожива, новинутрища, Секрата, дожива, новинутрища, Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»